здравствуйте хочу представить вот такой обзор это смартфон алкотель он тач айдал мини еще его название алкотель айдал мини 6012d это как у меня версия она с двумя микросим картами без поддержки карт памяти здесь идет 8 гигабайт своей памяти есть еще версия 6012 x но там есть слот для микросиде и 1 один слот для микросим карты коротко его характеристики здесь стоит двухъядерный процессор мтк 1 3 гигагерца это мтк 6572 также здесь оперативная память 512 мегабайт android 424 3 дюйма у гс ips дисплей 480 на 854 точки также есть 5 мегапиксельные камеры и передние 3 г пикселя размеры его 127 и 1 на 62 миллиметра ширина и 7 9 миллиметра достаточно тоненький смартфон весово 96 грамм посмотрим что в комплекте вот шел в такой коробке традиционно для алкотель белая коробка с серебристыми надписями алкотель он тач айдал мини здесь надписи smart move смотрим сзади это характеристики который я уже перечислил основные его достоинства смотрим что внутри внутри у нас такая ванночка где лежал сам смартфон потом краткое руководство пользователя интересно может почитать различные гарантийные талоны также зарядное устройство с выходом 055 миллиампер что не густо но зато будет беречься аккумулятор аккумулятор аккумулятора здесь стоит 1800 миллиампер и он несъемный то есть крышка здесь не снимается смотрим дальше что у нас в комплекте в комплекте у нас еще такая гарнитура простенькая такая капельки не не затычки наушники здесь есть микрофон надпись алкотель на гарнитуре г-образный 3 5 миллиметра джек также usb и микро usb идет шнур в комплекте все это мы убираем дело переходим к саму смартфона смотрим сам смартфон с фронтальной стороны еще расскажу 4 3 дюйма IPS OGS дисплей 480 на 854 точки углы обзора классные вообще дисплей классный яркий сочный здесь у меня стоит матовая пленка пойму по моему горькому опту я их ставлю уже несмотря на то что горилла глаз или dragon trail здесь кстати стекло какое-то стоит может быть dragon trail я все равно ставлю пленки потому что царапинки микро царапинки остаются нас приветствует вот такой дисплей еще раз покажу экран разблокировки то есть можно перейти в камеру звонки просто разблокировать или в сообщение перейти смотрим что здесь у нас есть разговорный динамик датчики освещенности приближение 0 3 мегапикселя камера снизу у нас бледно бледно так видно бледно белого такого цвета кнопки домой меню назад они подсвечиваются так не сильно ярко светит но принципе достаточно в темноте видно смотрим с верхнего торца у нас кнопка включения три с половиной миллиметра разъем для подключения гарнитуры или наушников снизу микрофон микро юсб вход с правого торца у нас 2 2 слота для микросим карту sim 2 и sim 1 у меня сейчас вот две стоят микросим карты с левого торца у нас регулировка громкости снизу смотрим я наклейку не снимал такой текстурированный пластик очень приятный не глянцевый какой-то полуматовый скорее всего здесь наклейка от алкотель здесь 2 микрофон стоит 5 мегапиксельная камера вспышка динамик с двумя такими такими выпуклостями как сказать чтобы динамика лежит было все слышно смотрим еще вот так у нас смартфон включается все звуки можно убрать при включении выключению там звуки определенные есть заставочные такие звуки я их по убирал немножко он вибрирует еще при включении вот смартфон загрузился посмотрим сейчас как у нас кого-то может быть интересует как работает здесь светодиодный датчик который расположен вот здесь возле скорее всего камеры 3 мегапикселя передней камеры вот совершаем звонок сейчас вот можно либо ответить либо сбросить вызов посмотрим сейчас как у нас работает светодиодный датчик вот его видно он таким синеньким цветом горит датчик похож но на такой был смартфон от алкотель 60 30 x вот он так мигает недостаточно конечно яркий но в принципе есть и есть хорошо что есть уже когда его вообще нету можно было конечно поярче сделать но вот так решили алкотель смотрим переходим экран вот нас приветствуют здесь вот такая оболочка алкотельевская вот так смотрим можно выбрать мтс или мегафон или всегда спрашивать то есть чтобы всегда при звонке можно было спрашивать вот можно набрать сейчас допустим звонок такая здесь телефонная книжка и он спрашивает так сейчас и все таки скорее все выбрал что у нас приоритетные к это мтс мегафон а сейчас я всегда спрашивать сделать сейчас проверим баланс вот и он вот так спрашивает мтс или мегафон позвонить и выбираем откуда будем звонить также какие еще из особенностей когда мы подключаем смартфон компьютеру то у нас видно только внутреннюю память она разделенная у нас то есть четыре на четыре 8 гигабайт всего и свободно для пользователя 5 и 7 гигабайт где-то то есть она разделена вот это 5 и 7 где-то два с половиной два с половиной гигабайта на внутренней памяти и как бы на внешней памяти и мы когда можно подключить что в тотал командоре будет видно ее как флешку можно как мтп девайс если как мтп девайс подключаем то уже уже получается видно и внутреннюю память и как бы внешнюю память телефона посмотрим здесь у нас шторка традиционная 4 и 2 режим самолете вай-фай вай-фай роутером bluetooth яркость экрана здесь можно автоматом стоит кстати здесь корректно работает автояркость в отличие от каких-то версий есть смартфонов samsung где она не очень и планшетов где некорректно алкотель в этом плане молодцы не тишевят то здесь все отлично с этим автояркость работает на солнце экран конечно выцветает но не не так не совсем то есть информация читаемая экран все-таки яркий я бы сказал что где-то в обзорах писали что выцветает но я бы так не сказал потому что экран яркий все-таки и информация очень хорошо читаемая здесь алкотелевцы не поскупились поставили очень хороший огс экран без воздушной прослойки смотрим еще раз что у нас здесь есть тайм-аут экран авто поворот режим энергосбережения у меня сейчас включен смотрим настройки можно управлять 7 сейчас я сделаю немножко яркость наверно поменьше чтобы все видно хорошо управление sim здесь можно выбрать допустим мтс можно настроить цвет фона также можно на 2 симки то то же самое все проделать передачу данных здесь один слот поддерживает 3g другой не поддерживает то есть выбрать какая будет у нас приоритетная плане интернета сим-карта из жесты поворот для отключения звонка переверните телефон экрана вниз для отключения мелодии входящего вызова поворот телефона вот у меня будильник то есть откладывает будильник можно встряхивать то есть для перехода между треками музыкальном проигрывателе звуки посмотрим так экран на звуки насчет звука посмотрим сейчас как как она сыграет динамик здесь хороший мне понравился по сравнению даже вот есть вот такой девайс который сейчас мой основной как звонилка от этого и отказался потому что несовместимость мтк-шного процессора с часами sony первого поколения пришлось купить htc здесь и экран не такой яркий как в алкотеле и но зато вот htc они совместимы с часами sony здесь проблем нет они не реконектятся все отлично здесь динамик тоже но биться аудио но он конечно не распространяется на на динамик на внешний динамик когда наушники подключая что биться аудио здесь ощущается действительно в этом плане все хорошо динамик здесь очень хороший по сравнению с htc так звук посмотрели сейчас перейдем еще дальше настройки так это у нас смски приходили если долго жмем на кнопку ху так это у нас носовой поиск угол выходит так и вот так вот диспетчер задач если долго на кнопку меню нажимаем и удаляем все можно конечно сторонние ставить вот как я из диспетчер задач ставлю смотрим в настройках что еще пустили строка состояния честно сказать я ее не настраивал не знаю что это такое так дальше смотрим батареи кстати насчет батареи здесь 1700 миллиампер у кого-то доходит в режиме если использовать как в режиме звонков до шести дней здесь вам ты каждые процессоры конечно рулят в плане энергосбережения здесь все отлично вот статистика батареи можно посмотреть и чтобы отображался процент заряда можно поставить галочку приложением посмотрим сейчас что выполняется сейчас посмотрим сколько насколько загружена азот то есть всего 512 289 сейчас мегабайт за 184 мегабайта свободно ну конечно если мы зайдем google chrome который выносит всю оперативку там остается около 50 мегабайт так что очищать память придется если пользуемся ресурсы и ресурсы емкими программами безопасность блокировка экрана можно настроить и так далее различные настройки так режим работы телефона здесь можно настроить включение выключение по расписанию телефоне смотрим а есть обновление ну вроде бы у меня не обновлялся вот как я его купил 422 версия андроида стоит смотрим еще что дальше дальше у нас есть тесты сейчас посмотрим теста вернее чем прежде чем посмотрим тест посмотрим камеру 5 мегапиксельная есть вот переднюю всем привет и вот такая для съемки текстов сойдет и для освещения ну когда на улице освещение хорошее все отлично смотрим вот как не так мы переходим свайпом принципе нормально для текста все сойдет настройки на весь экран снимок касания можно звук затвора можно включить убрать 37 мегапикселя почему-то стоит если о том говорили что можно переключать чтобы было 5 мегапикселей 37 мегапикселей это 16 9 есть режим hdr 37 мегапикселей так посмотрим еще как видео настройки видео 1208 на 720 можно включать выключать вспышку так вот свайпами можно переходить посмотрим как видео у нас снимается вот так видео да даже есть какая никакая фокусировка даже я думаю для своей цены здесь все отлично смотрим из тестов у меня набрал 11000 баллов смотрим также инфу об устройстве вантач 60 12d мт 65 72 мали 400 mp видео ускоритель не задняя камера 49 мегапикселем также смотрим азу но здесь 512 мегабайт вот такой рейтинг посмотрим еще другие тесты смотрим наномарк 39.3 fps мультитач 5 касаний смотрим что стоит из приложений мне удалось установить дед триггер и асфальт 8 и все памяти для триггера два не удалось установить так как память была уже забита так что если при выборе 60 12d будьте как сказать помните о том что памяти здесь будет мало ограничено для игрушек тогда уж лучше брать с одной микро сим-картой предустановленные программы есть различные вот фонарик тут стоял от алкотель уже дальше что смотрим различные гугла сервисы посмотрим как он себя сейчас ведет в играх тут некоторые игры уже стояли вот киндом какие-то вот алкотель уже ван дерзу вот посмотрим еще вот контактные книги как выглядит то есть вот так вот пролистываются посмотрим сейчас игры как он себя ведет в играх запустим тот триггер 2 вернее дэд триггер 1 дэд триггер 2 у меня не получилось сюда загрузить из-за ограниченного количества памяти мы как видно ничего здесь не тормозит все отлично тоже асфальт 8 я не особо такой гонщик просто показал что игра запускается в принципе думаю на средних настройках здесь все нормально ну и коротко выводы теперь начнем с плюсов это конечно и укра экран 4 3 дюйма угс дисплей отличная технология и ps без воздушной прослойки 7 и 9 миллиметров он тоненький 96 грамм легкий то есть для лета это вообще отличный вариант также здесь android 4 и 2